Началось мероприятие с открытия бюста героя Великой Отечественной войны Алексея Малышева, чье имя носит школа. Затем в актовом зале ребята пели и танцевали, со сцены звучали слава поздравлений. Учителям и ветеранам труда вручили почетные грамоты за многолетний труд и воспитание подрастающего поколения. За последние пять лет при поддержке администрации курорта и подшефных организаций школу капитально отремонтировали. Здание преобразилось изнутри и снаружи, а классы стали более современными, уютными и светлыми. Появился и обновленный пищеблог. Сегодня в школе учатся более тысячи человек, трудится 50 учителей. Внедряются современные системы обучения. В школу приходят новые достойные квалифицированные педагоги. Я всех хочу поблагодарить сегодня. Один директор, конечно, ничего бы не сделал. Действительно, 75-я школа, она всегда славилась своим педагогическим коллективом, сильным педагогическим коллективом. Есть в районе и другие школы-долгожители. Чиновники заверяют, вскоре их модернизируют. Уже в этом году в селе Беранда началось строительство обновленного здания 88-й школы на 200 мест с пристройкой детского сада на 50 детишек. Сейчас там ведут кровельную сборку. Фундамент готов под всем объектом. И вскоре начнутся строительно-монтажные работы. Уже есть проект школы номер 84 в северной части Лазаревского района в поселке Совет Кваджи. В Совет Кваджи мы тоже подходим комплексно к решению вопроса увеличения количества нашего молодого поколения. И в настоящее время уже отыгран проект на проектно-изыскательские работы, на строительство школы на 400 мест, с детским садом на 60 мест. Для северной зоны это станет большим подарком. В администрации курорта уверяют, к 2016 году запланирована большая работа строительства около 20 пристроек к детским садам и 20 новых школ. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.